всем привет меня зовут юрий добро пожаловать на мой канал сегодня это видео ногтевое будем делать дизайн на подруги прошу не обращать внимание на мои отросшие ногти мне даже уже стыдно говорить сколько им но для начала я вам покажу что мне приехала приехали дуйки спиди париж очень классные как обычно если вам нужно на подарок можно с коробочками заказать можно без коробочек и у них кстати есть разный литраж есть 30 миллилитров есть 50 есть 100 смотрите 30 миллилитров у них бывает в пластиковой бутылочки и теперь появились в стеклянных потому что раньше не было всегда в пластиковых были вот а 50 и 100 тоже можно выбрать пластик или стекло автопарфюм тоже обожаем он очень долго ходит в машине прямо очень долго и все запахи в принципе вкусные вот здесь у меня живанши и другая мантали в общем я не знаю как правильно называется живанши то я знаю а вот манталь манталь может в общем если я неправильно называю ничего страшного не судите строго вот в таком цвете идет мужской аромат вот таком женский смотрите я заказала нину ричи мне как-то давно давала подруга сестра понюхать нину ричи она вот в такой вот красненьком яблочке ей из питера привезли дорогущие были тогда я у нее понюхала мне так понравились и эти один в один запах прям вообще сладкий такой я я люблю сладкие запахи не сильно приторные но вообще классные здесь у меня еще теперь флер наркотик я вам год назад показывала что я заказывала подруге флер наркотик она от них балдеет у нее уже все закончилось потом она купила на каком-то другом сайте тоже вот наподобие но не такой она горит совсем по-другому пахнет и вообще не держится совсем просто я горит попшикалась до остановки дошла все все уже выветрилась вот эти горит суперски и я ей на новый год заказала она была просто счастливой восторге потому что ей сказала она говорит блин какая хорошая новость так дальше здесь я уже их понюхала здесь у меня шанель сейчас я вам покажу название поближе вот такой allure home sport и 2 вот in blue армен бесси наверное так произносится если что я повторюсь я не не все марки знаю духов в общем я выбирала цитрусовые они оба мне понравились и реально оба цитрусовые свеженькие такие духи очень стойкие а запахи прям вот подобраны под сто процентов вот прям под сто процентов под оригинал они один в один запах представляете если кому-то надо под новый год подарок вообще замечательный подарок будет ссылку где заказывал я оставлю в описании под видео но мы продолжаем чудел сегодня будем надуваньки смотреть я там что-то короче а этот что тоже этот подпеленный да он до меньше длины это моя подруга настя вы периодически видели на канале ее ногти уже сегодня переделываем ей работа моя ногтям полтора месяца мы всегда оставляем небольшой свободный край но тут я спилила и увидела что там у нас гиппанихий а я еще пилю ковыряю она говорит там я и кручево там я а там оказывается вот вот это вот торчащая штучка это гиппанихий его трогать нельзя еще у нас на другой руке как вы видели есть поломанные пальчики указательные средние их придется донаращивать потому что там не хватает уголков даже при убирании длины спиливаю старый материал так чтобы мне старый материал не мешался но и в лишку чтобы не спилить чтобы укрепление у нас все равно осталось хоть какое-то затем подпиливаю на всех ногтях форму настя любит квадрат мы с ней отращивали до миндаля ей не нравится но это не ее вообще до наращивать уголки буду именно после этой процедуры потому что наращивание только на кончиках и поэтому можно без вычищения птеригии спокойно донарастить я стала экономить время даже на том что ручки поменьше меняем потому что вот я например одну руку отпилила потом сразу же отодвинула кутикулу берусь за вторую там отпилила и уже сразу тоже отбегая кутикулу так хорошенько обезжириваем ногти где будем до наращивать покрываем их на всякий случай базой хотя мне кажется это бесполезно потому что у нас все равно там был материал старый посушили базу теперь я донаращиваю поле гелем это удобнее чем гелем потому что он не течет просто поставила капельки и распределила по ногтям когда полигель уложен его обязательно сушим снимаем с него липкий слой и опиливаем как будто у нас и не было тут недостающих кончиков средний палец как видите широковат я при укреплении его поджала арочку просто чуть-чуть поджала чтобы он смотрелся просто поуже видео это не попало потому что укрепление снимала на другой руке тут я и опилом заужала как могла но у меня ведь как видите не получилось потому что он действительно куда уж такой вот вот широкий как лопаточка но поджатие арки все равно решила проблему сверху тоже немного пилочкой прошла и чтобы полигель ровнее лежал потому что он же все равно бугорками уложился предыдущую работу кстати я сделала за час вот который вы видели красные ногти потому что красный гель-лак был просто суперский в один слой в тонюсенький уложился золотые блестки были сразу в топе и сверху на некоторых ногтях были наклейки которые прямо секундное дело приклеить в общем получилось очень быстро но сегодняшнюю работу я сделала за два часа съемка отнимает очень много времени и дизайн на безымянном был у меня очень долгим я выбирала какие-то блески искала там еще что-то это все долго укладывать и еще там еще и растяжка два раза в общем все дальше увидите обычно на этих ногтях я делаю за час час двадцать но сегодня как говорится все звезды сошлись настюха меня не торопилась и у меня до следующей девочки было целых три часа они два как я записываю обычно пока болтала вычистил аптеригии на этих ручках очень много все время нарастает и очень много кутикулу тоже нарастает но здесь ее столько много я срезаю и никогда ни разу не поранила ее потому что капиллярчики находится очень далеко я прямо обожаю эти ручки хорошенько спиртом обезжириваю ногти и наношу базу у меня база каучуковая от кои уже заканчивается я все на всех девчонках и перепробовала все возвращаются без отслоек прямо вот очень сильно стала ей доверять теперь укрепляем ногти гелем это обязательно потому что подруга работает в продуктовом там и заморозка и холодильники в общем ногти должны быть крепкими но все равно слой большой я не делаю потому что у меня остался еще старый гель на торцах я укрепляю больше у кутикулы просто накладываю капельку маленькую вот прямо малейшее количество распределяю по торцам ну и конечно пока я распределяю гель на другом пальчике мог стечь на бока поэтому обязательно переворачиваем ручку чтобы у нас гель встал как надо ноготки у нас теперь готовы к покрытию осталось нанести цвета ну или и дизайн сделать основной цвет мы выбрали черный у меня от фокси кстати очень хороший вот белый иногда может не просохнуть а черный просыхает всегда он в тонкий слой укладывается хорошо и просыхает и в один тонкий слой кстати но просто черными мы их не оставим мы покроем еще серенькой светотрожайкой и будет красиво вот у меня есть это ильпаза рефлектив 21 вот такой когда он свет отражается невероятно блестит обязательно в конце видео покажу под вспышкой получается 8 ногтей у нас будут такими а безымянные на обеих ручках будут с дизайном подруга показала мне фотку я попытаюсь повторить так нам нужен градиент сначала из черного нанесла небольшое количество черного гель-лака теперь распределяю его мне не нужен супер-пупер там плавный градиент все равно я это все закрою блестками главное чтобы он просто был и теперь нужно подкрасить у кутикулу потому что если бы я подкрасила у кутикулы до градиента пока я его делаю у меня могло бы чего-нибудь потечь это я просто себя подстраховала как видите я приготовила много декора придется сейчас его как-то укладывать всего на один ноготок черный цвет обязательно просушиваем теперь я укладываю поталь ну как мне захочется пара практически где-то на середине ноготка на липкий слой она замечательно липнет сделала кусочки и большие и маленькие вот так примерно дальше покрываю слоем базы и не просушивая прям просто на мокрую базу укладываю блестки в принципе тут можно взять любые но мы так долго блестки выбирали хотя их в принципе незаметно будет на блестят и блестят и туда же прямо тоже не суша на мокрую базу укладываю такие металлические снежинки и кружочки они я их подгибаю чтобы они улеглись на ноготь хорошо и не торчали ну вот принципе декор навален можно сушить тут мне нужна вуаль я решила сначала базу с белым гель-лаком перемешать мне нужен был молочный цвет но я сначала его попробовала видимо то ли я не так намешала то ли чего я не знаю мне не понравилось как это вуаль ложится все это рисовала с какими-то полосами не разъезжалось ничего ну в общем мне не понравилось и я тогда стала думать что же мне делать я взяла молочную базу тут я еще хотела прямо на ногти разбавить еще базой но ничего тоже не знаю мне не нравится стерла я все это полезла в свои закрома и оказалось что у меня единственная молочная база больше нет никакой ну какие-то там цветные с блестками но вот молочная всего одна я просто была в шоке но вот я нанесла ее она прям такая ну видите прямо идеально распределилась как раз на фотографии тоже был молочный кончик базу я тоже немного растянула но старалась не закрывать вот эту красоту которая у нас уже есть ну и переход хотела плавненький поэтому немножко под растянула а еще я сверху на черном подрисовала тоже этой же базой небольшую такую волну потому что на фото тоже она была конечно же это надо дополнить прорисовочкой белым гель-лаком я подрисовываю вот здесь и еще пониже две полосочки делаю и естественно их надо растушевать но я вот эти полосочки засушила и той смесью когда я первый раз намешивала базу с белым гель-лаком просто вот так потушевала что якобы я эти полоски растушевала ой надеюсь вы меня поняли я такой мастер объяснять конечно и вот уже на этом этапе мне уже стало нравится как будто прямо завершенный дизайн и рисую верху базой ту полоску сверху вот у кутикулы которая я хотела именно вот этого эффекта этом тоже кстати подрисовала теперь покрываем топом выравнивающим слоем потому что все равно декор немножко подтарчивал ну вот и все ноготочки практически готовы я кстати подпилила края только после вот этой съемки кончики стали тоньше и изящнее вот сейчас без вспышки и сейчас я со вспышкой вам покажу я побоялась что если я подпилю сейчас все у меня тут пылище будет вы все увидите эту пыль так что говорю сначала снимем потом подпилим а тут я в макро пыталась этот ноготок поймать у меня чего-то тут все мутит в общем я пока к макро не привыкла к линзе и и я показывала в прошлом влоге с распаковкой главное найти к ней подход а так вроде как симпатично получается и очень близко можно снять дизайн так но у меня на сегодня все увидимся лишь видео всем спасибо пока 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 пока